Владимир Путин назначил новый состав правительства. Изменения коснулись и структуры исполнительного органа. У нового премьер-министра Михаила Мишустина будет не 10, а 9 заместителей. Первым зампредом стал Андрей Белоусов, занимавший до этого должность помощника президента. Пост вице-премьера главы аппарата правительства достался Дмитрию Григоренко. Раньше он работал заместителем Мишустина в Федеральной налоговой службе. Штат остальных замов обновлен примерно наполовину. Четыре новичка, трое старожилов. В самих министерствах тоже большие перемены. Во-первых, их число сократилось с 22 до 21. Министерство по делам Северного Кавказа упразднили. Его задача теперь будет выполнять Минэкономразвитие. Однако самые большие изменения коснулись социального блока. На все руководящие посты заступили новые лица. Министра просвещения Ольгу Васильеву сменил глава Рособранадзора Сергей Кравцов. Владимир Мединский ушел с поста министра культуры на его месте. Теперь бывший руководитель департамента кинематографии и Минкульта Ольга Любимова. Вместо Вероники Скворцовой министром здравоохранения стал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. А на пост министра труда и соцзащиты, который покинул Максим Топилин, заступил бывший замминистра финансов Антон Котяков. Частичному обновлению подвергся и финансово-экономический блок Кабмина. Главой Минэкономразвития назначили губернатора Пермского края Максима Решетникова. Руководить Минкомсвязью вместо Константина Носкова будет вице-президент Ростелекома Максут Шадаев. А вот главные силовики остались на местах. Сохранил свой пост министр обороны Сергей Шойгу, Евгений Зиничев остался руководить МЧС, а Владимир Колокольцев продолжит занимать должность главы МВД. Министерство юстиции вместо Александра Коновалова возглавил Константин Чученко, который ранее был руководителем аппарата правительства. Еще один долгожитель Кабмина Сергей Лавров вновь стал главой Министерства иностранных дел России. Кроме того, вместо Павла Колобкова спортивным министром страны стал руководитель Международной федерации университетского спорта Олег Матыцын. Что касается красноярцев, Михаилу Катюкову не удалось сохранить должность министра науки и высшего образования. На его посту теперь ректор Тюменского государственного университета Валерий Фольков. А вот бывший председатель правительства края Александр Новак остался руководить Министерством энергетики. Продолжение следует...